МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Персональный акцент. Жаркий июнь 2019 года уже вошел в историю Молдовы. И не только Молдовы. Сегодня за тем, что происходит в нашей стране, пристально следят государства Евросоюза, Россия и США. Более того, главными международными игроками на молдавском политическом поле России, ЕС и США признана легитимность парламентского большинства, сформированного партией социалистов и блока МАКУ, и, как следствие, легитимность нового правительства, которое возглавила Майя Санду. Тем не менее, нежелание демократов и ежесними расставаться с властью создали беспрецедентную ситуацию, которая в мягкой форме можно назвать неповиновением. Как будут развиваться события, над чем сконцентрируются в своей работе депутаты парламентского большинства, об этом поговорим с председателем парламента Зинаидой Петровной Гречаной. Здравствуйте! Здравствуйте! Мы рады вас видеть в нашей студии. Вы добрый друг нашего телеканала, и мы следим внимательно за политической деятельностью вашей. Хотелось бы начать вот, как говорится, начнем сначала. Вот первое заседание парламента, которое было очень интересно. Мы за ним наблюдали, более того, мне кажется, все-таки мы подставили плечо вам, законодателям, когда видели, что никто из работников парламента не вышел на работу, секретарят парламента не вышел на работу, не работали никакие медийные средства для того, чтобы освещать работу парламента. Мы, ну, вы, наверное, тоже наблюдали за тем, мы привозили, пытались привести свет, доставляли камеры, включали, чтобы выдать картинку того, что происходит в стенах парламента, показать это миру. Нам кажется, это удалось, и мы считаем, ну, знаете, вправе чувствовать себя такими сотворцами, теми, кто помогал творить историю. Без света, без звука, тем не менее, это заседание состоялось. Вот ваши впечатления от этого первого дня работы. Спасибо, Стас. Во-первых, огромное спасибо вашему телеканалу, потому что вы подключились для того, чтобы весь мир узнал о том, что же происходило в парламенте 8 июня, и какие были приняты решения, потому что это были судьбоносные решения для страны. Вы правильно это назвали. Пусть даже без света, пусть даже без звука, когда мне принесли, наконец, микрофон, такой, ну, скажем, с усилителем, это уже было что-то с чем-то, но все-таки это состоялось, это заседание парламента состоялось, и оно действительно решает, вообще перевернуло совершенно в другое русло все происходящие политические события, не только политические, и в дальнейшем, наверное, экономические и социальные в стране. Произошло, казалось бы, что невозможно произойти, когда левая партия, партия социалистов и фракции из блока КУМ, правые партии объединились. Вы знаете, я всегда говорила и в парламенте, в предыдущих созовых парламентах, всегда говорила и своим коллегам. Я хочу дойти до того момента, когда политическая борьба происходит только в период избирательной кампании. После выборов партии объединяются ради одной цели, и работают два блага страны. Вот примерно такое произошло, может быть, мы еще не все осознаем, я и сегодня в парламенте об этом говорила, может быть, мы не все до конца осознаем, что произошло, но была одна цель, эту страну надо освободить от узурпации власти, эту страну надо научить заново жить свободно, эту страну надо привести в нормальное русло, хоть пусть это маленькая страна, но мы находимся на границе Евросоюза. Мы как какой-то островок между Западом и Востоком, между Евросоюзом и Российской Федерацией, почему этот островок не сделать стабильным, островком стабильного развития. Поэтому эти решения, вот создание парламентского большинства, оно действительно очень важно для всей нашей страны. И если мы пошли на уступки друг к другу, потому что больше всего партия социалистов приняла на себя, сказали, мы поддержим вот инициативы, мы поддержим правительство, которое вместе создадим. Считайте, что в этом правительстве мы взяли только партию социалистов, две, я сейчас говорю как председатель партии, не как председатель парламента, но очень важно, потому что у всех одна цель. У всех одна цель, и я думаю, что это правительство будет очень работоспособное. Мы в этот же день, кроме как приняли соответствующую декларацию об узурпации власти, избрали председателя парламента. Кроме этого, мы, конечно, избрали правительство, утвердили правительство, оказали вотом доверие этому правительству. Сегодня, надо сказать, что последние три члена правительства приняли присягу у президента. Перед президентом была и премьер-министр, и председатель парламента. И это очень важно. Правительство дееспособное, правительство, которое хочет творить, хочет делать хорошие дела для страны, для людей. Эта цель нас вместе объединила. Да, нынешние не очень хотят уходить. Те, которые уже не правительство. Есть что терять или не хочется быть, так сказать, творцами истории? Нет, нет. Им есть что терять, это понятно. Они никогда не сдадут просто так власть. Поэтому нам есть над чем работать. Вместе с тем, я хочу сказать, если бойкотируется здание правительственных институтов, то первое заседание правительства вчера состоялось в здании парламента. Есть все, принимают какие-то решения правительства. И парламент работает. Мы уже рассмотрели много постановлений, кроме декларации. Мы рассмотрели, утвердили много постановлений, утвердили рабочие органы. Завтра последнее такое утверждение будет. Пусть даже мы работаем в таком режиме, что практически каждый день заседает парламент. Но это пока такая ситуация. Потом мы войдем в нормальное русло и будем работать дальше. Зина Петровна, вы очень верно заметили, что сегодня Молдова — это такой островок. Островок, наверное, зажатый какими-то большими геополитическими проектами. Либо, как их назвать, можно будет. Это дело политологов давать те или иные определения. Но, тем не менее, слово «островок» меня подтолкнуло к какой мысли. Очень часто политики, которые говорили о своей стране, говорят, что надо построить мост между Востоком и Западом. Но строили этот мост, строили мост, оказались на острове. Вот как вы думаете, почему, в чем главные причины, что мы оказались в некой, в общем-то, наверное, самоизолировались, что ли. Смотрите, теряли восточные рынки и не сумели развить, открыть двери для наших производителей на Запад. И в то же время, ведь все время не было ни одной власти, не было ни одного руководителя министерства, который не сказал, я пришел вот в это кресло для того, чтобы позаботиться о своих согражданах. Вот в этом-то и вся проблема. Потому что к власти некоторые думают, придут для того, чтобы набить себе карманы или решать какие-то другие узкополитические вопросы. И Молдова не должна быть, не должна, точнее сказать, как любит говорить наш президент, не должна дружить с кем-то против кого-то. Пусть мы маленькое государство, но мы всегда говорим, что мы должны быть гордыми. Мы должны уметь отстоять позицию своей страны, своего народа. Мы должны уметь дружить со всеми, и с Западом, и с Востоком, и с Соединенными Штатами, со всеми. Но в интересах нашего государства, нашего народа. Вот такая позиция, такое отношение правительства, я очень надеюсь, что новое правительство, госпожа Санду, именно такое, ну мы говорили и беседовали не один раз на эту тему, именно такую позицию занимает, и именно для этого пришли, для того, чтобы работать для народа. Это служение народу, это не должно быть что-то другое. Это некрасивые слова, потому что можно писать очень, принимать в парламенте очень красивые и хорошие законы, которые выглядят совершенно по-европейски, совершенно хорошие, а исполнение их будет совершенно не то. Потому что не зависит от того, какой закон, зависит от того, кто его администрирует, кто его исполняет и как исполняет. Потому что писать на бумаге одно, а делать совершенно другое, это никуда не годится. Поэтому вот такое отношение нужно поменять. Во всяком случае, я чувствую среди депутатов парламента, что отношение изменилось совершенно другое. Вот, честно говорю, мне нравится, как работает наш парламент. Не от того, что я председатель парламента, а от того, что депутаты включаются в рассмотрение каждого вопроса. Не бегают по залу, не ходят, кто и пошел курить, кто пошел кушать, кто не знает куда. Все сидят. Мы завели соответствующее правило. Каждый подключается, каждый предлагает какие-то свои амендаменты. Вместе с тем, мы вошли в легальное поле. И что мне еще нравится, что секретарь парламента практически с понедельника весь секретарь парламента работает. Я собрала в начальниковом управлении, сказала, спасибо, уважаемые коллеги, вы не бойкотируете работу. Да, они и не могут, они госслужащие. И они должны просто исполнять свою работу. Потому что меня сегодня спросили, а что же будет с теми государственными служащими в госучреждениях, которые были при предыдущей власти, а они госслужащие, они специалисты, они нужны любой власти. И поэтому этих специалистов нужно сохранять, конечно, тех, которые работают в пределах, в легальном поле, которые выполняют свои обязанности так, как предусматривают их должности. Поэтому мы всех и в аппарате, в секретаря парламента сохранили, там немало государственных служащих. Все остались, все работают, мы поговорили с ними. И они сказали, что они будут работать. Такой же призыв я бы сделала, допустим, ко всем офицерам, ко всем служащим, военнослужащим, что касается Министерства внутренних дел. Не забывайте, пожалуйста, вы присягали на верность стране, на верность молдавскому народу. Вы не присягали никакой политической партии. Поэтому не надо поддаваться на какие-то провокации. Нужно просто выполнять свои обязанности в легальном поле и абсолютно быть корректными со всеми. Конечно, спасибо огромное, что в это время мы наблюдаем очень много полиции по городу, наверное, и в целом по стране, но я совершенно уверена, что эти люди в форме выполняют свои обязанности. И они не должны ничего другого делать, как охранять безопасность людей, чтобы люди себя чувствовали спокойно, свободно. Поэтому я думаю, что они и дальше так будут. Ну вот поймался на мысли, что обязательно заинтересуюсь статистикой правонарушений именно в этот период. Действительно, она резко снизилась. И я верю в то, что, в общем-то, сегодня офицеры полиции занимаются защитой общественного порядка. Это было бы правильно. Вот такой вопрос нам часто задают. Вот сегодня мы наблюдаем в парламенте практически, ну, будем говорить, равнопротивоположные политические силы, которые объединились для решения задач, которые стали для них единым общим. Я понимаю, что в моем вопросе отчасти заложенный ответ, но, тем не менее, этот вопрос нам часто задают. Вот что все-таки этих людей сегодня удерживает крепко вместе? На чем основана эта единодушие в работе в законотворчество сегодняшнего? Что является, наверное, главной движущей силой сегодня в парламентском большинстве? Ну, давайте скажем так. Во-первых, наша задача для того, чтобы работу всех органов власти привести в законодательное русло, в нормальное русло, в законное поле. Не работать по каким-то нажимам, кого-то пугать, кого-то... Все должны работать, все органы власти. Поэтому это очень важно, чтобы все работали в законном поле. Что нас объединяет? Нас объединяет та стабильность, которую мы хотим, чтобы в стране была. Чтобы люди не боялись жить в своей родной стране. Чтобы люди вернулись. Я понимаю, что это какая-то перспектива не на полгода. Чтобы люди поверили в эту власть, чтобы люди поверили в свою страну и хотели жить в своей стране. Вернее сказать, стабильность для нашего молдавского народа. И мы это можем сделать. Мы хотим, чтобы нам поверили международные органы, структуры, наши партнеры. Чтобы они понимали и на Западе, и на Востоке. Чтобы они понимали, что тут можно работать в этой стране. Что эту страну можно развивать. Потому что помогать можно тем, которые умеют что-то делать. Помогать тем или финансировать тех, которые все это воруют. И растаскивают только по своим карманам. Конечно, это не стоит. И по-моему, и Европейские союзы, и Европейская комиссия в этом убедились. И они приняли соответствующие решения. Я думаю, что и другие международные финансовые структуры убедятся в этом. Тем более, что международные организации, некоторые канцелярии западных стран, и, скажем, и Восток, и Российская Федерация высказалась по этому поводу. И многие европейские страны высказались, что они поддерживают нынешнюю власть. Законно избранную власть. Потому что мы сформировали в законном поле парламентское большинство в легитимные периоды. То, что наш Конституционный суд превысил свои полномочия, Конституционный суд не должен издавать новые какие-то законы, или трактовать законы так, как им выгодно. Есть Конституция, они могут ее объяснить, эту Конституцию разъяснить, но никак не давать новые понятия. Поэтому то, что сделал наш Конституционный суд, я думаю, что это совершенно... Будем ждать, как выскажется, Венецианская комиссия. Я думаю, что наши коллеги, если нужно, будут из парламента, из других структур, поедут в Венецианскую комиссию с соответствующим объяснением. Но мы видим и высказывания, и парламентариев других стран в поддержку нынешней власти, то, что власть, которая вообще-то уже должна была уйти, мирно передать то, что все полномочия, она должна сделать мирно. К этому призывает все международное сообщество. Никому не нужно, чтобы в Молдове была какая-то дестабилизация. Если нужно, так это только той власти, которая должна уйти. Раз вы затронули эту тему, я, насколько мне известно, 21 июня Венецианская комиссия должна уже высказаться по ситуации, по принятым решениям Конституционным судом, вообще по ситуации в Молдове. И вопрос такого рода. Будет ли кто от лица парламента, либо кто-либо еще обращаться в Европейский суд, правом человека, по решениям, принятым Молдавским Конституционным судом? Мы, в принципе, соответствующие документы уже приняли. Мы делидируем одного депутата от парламента Республики Молдова. Если нужно будет, делидируем двоих. Я думаю, мы попросим и президента, чтобы делидировал своего представителя, для того, чтобы привести соответствующую ситуацию и досведения Венецианской комиссии, как говорится, из первых уст. Если нужно, может быть, и их представители пригласим в Молдову, для того, чтобы встретиться. Потому что реальную ситуацию увидеть в Молдове можно только побывав на месте и пообщаться со всеми политическими силами. Сейчас кто-то пытается, допустим, из тех, которые уже находятся в оппозиции, из той партии демократической, и пытается как-то затянуть этот процесс и сказать, что они леди темная власть. Так все международные сообщества, еще раз говорю, не признают ту власть. И кроме того, мы видим, что происходит внутри страны. Вот эта волна возмущений с территорий возрастает с каждым днем все больше и больше. И я не знаю, сколько сотен было уже принятых деклараций в поддержку новой власти, нового комитета министров, парламентов Молдовы на местах от местных советников, от примарей, от различных общественных организаций. Так говорят, бывший премьер-министр Филипп пригласил сегодня чуть не каждого советника и примаря, который подписался под такими декларациями, пригласил в правительство, не знаю, постараться как-то спрессовать их. Просто мне кажется, они обнаружили, что в тех документах, которые им присылают в поддержку, явно подделаны подписи. Поэтому мы решили, наверное, убедиться воочию, чтобы персональный человек приехал и под таким нажимом расписался. Дело в том, что эти, которые принимают эти декларации, в нашу поддержку никаких поддельных подписей нет. Это люди делают, это не призыв никакой партии. Там различные советники от различных партий, различные политические ориентации. Если так уж говорить, мне показали пару таких, но это люди, которые поддерживают нынешнюю власть. Не та, которая уж должна уйти, а нынешнюю власть. И это происходит массово. И причем выступают и общественные организации. Поддержку власти, которая должна уйти, вернее сказать, демократической партии, это тех, которые вывели на площади и выводят, сидят в палатках какие-то бабушки. Сегодня мне говорили, что даже воду им не дают попить там, чтобы поддержать власть, которая должна уйти. То есть поддержку демократической партии. Все, что делается насильно, как говорится, насильно мел не будешь. Поэтому все, что делается под нажимом, это имеет только обратный эффект. Абсолютно обратный эффект. Люди хотят стабильности. Поэтому мы призвали своих сторонников. Вы думаете, наши сторонники не обращались и не говорили, давайте мы приедем в Тишнево и поможем вам сверкнуть ту власть, которая должна уйти. Мы призвали к спокойствию и сказали, причем это сделала и партия социалистов, это сделала и блок АКУМ, призвали своих сторонников. А у нас сейчас общие сторонники. Потому что настолько люди воодушевлены созданием этого парламентского большинства и избрания нового правительства, что они не смотрят сейчас на политические взгляды. Они просто хотят, чтобы это правительство уже реально установилось и начало работать. Разговаривал с целым рядом государственных чиновников и даже работников сферы образования. Многие из них стали замечать, что в какой-то момент, кто-то сказал, прямо отпустило, мы стали общаться. Кто-то голосовал за проевропейские партии, кто-то неизменно голосовал за партию социалистов. И было какое-то напряжение в коллективе. Но вот здесь, когда на парламентской площадке был подан пример тому, как можно найти общие цели, как можно показать, что бенефициаром всего этого должна быть Республика Молдова и каждый ее гражданин, ощущение веры в парламент. Здесь сейчас проводить рейтинги. Мне кажется, парламент и президент это на самых верхних позициях. И я так говорю, ну, так сказать, говоря языком народного рейтинга, общаясь с людьми, они говорят, мы стали разговаривать друг с другом. Те, кто с нами из принципа, например, не хотел говорить на русском языке, вдруг так заговорили таким литературным пушкинским языком, как будто готовились к, знаете, дню рождения Пушкина. Это прекрасно, мне рада слышать такое. Это прекрасно. И здесь совершенно другое. Это, знаете, как чувство, наверное, такой надежды на победу здравого смысла во имя гражданина Республики Молдова. Ведь никто из учителей, из чиновников не говорит о том, что сейчас резко вынесут зарплаты и, не знаю, там, лею крепиться в экономике. Они все это понимают, что этого не произойдет в одночасье. Но они понимают, что это может произойти в ближайшем будущем, когда заработает экономика. Она заработает, когда политика будет работать. Правильно, что это все взаимосвязано. И это должно произойти во имя людей, как вы говорите, простого человека. И очень хорошо, что люди это так воспринимают. Мы не должны дойти до силового метода совершения власти. Власть должна понимать и под ножем внутренних сил, и внешних сил. Они должны понимать. Сложите свои полномочия. Вообще у них нет уже полномочий, никаких. Но надо просто мирно передать власть. Очень мирно, спокойно. Возвращайтесь в парламент. Люди работали в оппозиции. Поработайте в оппозиции. Предлагайте свои законопроекты. Вместе будем рассматривать. Нормальная будет работа в парламенте. Мы не будем отключать микрофоны. Мы будем соблюдать абсолютную дисциплину. Никто больше не будет говорить, чем положено. Или кто-то будет. Я хочу, чтобы парламенты не выходили на трибуну для того, чтобы критиковать какую-то политическую силу. А выходили с реальными проектами. Что нужно сделать общими проектами во имя страны. Вот это будет реально. Я так понимаю, что уже принимаются такие проекты. Сейчас на парламентской площадке принимается целый ряд решений. Если можно, давайте к этой теме перейдем. Что удалось уже принять? Мы приняли в первую очередь несколько постановлений, что касается рабочих органов парламента. Завтра уже окончательно утвердим всех председателей комиссии. Это для того, чтобы обеспечить функциональные действия. Допустим, мы приняли очень важное постановление, что касается изменения некоторых законодательных актов. Проголосовали по изменению службы госохраны. Передача этой службы под юрисдикцию президента, как было до 2006 года. Все проголосовали единогласно в двух чтениях. Сегодня пришли после довольно долгих обсуждений. Больше всего сегодня целый час обсуждали возврат к пропорциональной избирательной системе, учитывая те нюансы, которые были в ходе этой избирательной кампании, те ляпсусы, которые были допущены. Хотя я всегда говорю, избирательная система, неважно какая она, пропорциональная, смешанная. Главное, кто эту систему администрирует, кто эту систему контролирует. Если это контролируют нормальные люди, которые работают в интересах государства, а не одной политической силы, тогда эта система будет нормально работать. Вместе с тем мы в первом чтении проголосовали вот эту законодательную инициативу в соответствии с рекомендациями в Венецианской комиссии, которые были и до этого. Я думаю, что это правильно. Будут еще какие-то амендоменты, дополнения к этой инициативе. Посмотрим и проголосуем. Впоследствии мы не будем за 5 минут голосовать. Мы совершенно, я предупредила наших коллег, давайте мы будем очень тщательно рассматривать любую инициативу, любые дополнения к инициативе, для того, чтобы это было реально. Потому что это не делается для сегодняшней власти. Это должно делаться на многие годы вперед. И какая бы власть ни пришла, она не должна менять эту инициативу, как сделали в 2010 году, как сделали еще раньше. Каждый подмял под себя то, что ему нужно. Закон есть закон, его можно улучшать. Но не каждый через каждые полгода или три месяца изменять как нужно тому, кто сейчас находится у власти. Это неправильно. Мы сегодня внесли некоторые изменения в закон о прокуратуре. Это очень важно. Мы внесли некоторые изменения, что касается членов Центральной избирательной комиссии. Мы вчера проголосовали за создание специальной комиссии, которая будет рассматривать. Я очень надеюсь, что те члены, которые в этой специальной комиссии по расследованию той кражи века по выводу миллиарда евро из банковской системы, люди все об этом говорят, но никто реально этим не занимается. Сегодня было заседание нового состава Высшего совета безопасности. И мы договорились, что и секретаря Совета безопасности вместе с этой специальной комиссией будут работать, давайте скажем так, в одной упряжке, для того, чтобы наконец мы реально узнали, потому что ничего из того миллиарда, который вывели из банковской системы, реально не было возвращено. Говорили о каких-то, не знаю, возвратах. Это все от реализации тех активов, которые были у тех банков, которые, в принципе, ликвидировали. Ну и многие другие вопросы, которые, в принципе, имеют какой-то резонанс. Завтра будут еще, завтра тоже будет заседание парламента. Мы с фракциями предварительно обсудили, завтра на постоянном бюро примем соответствующую повестку дня, где будут и другие вопросы, которые очень актуальны. Я не буду забегать наперед, потому что это прерогатива всего парламента. И я думаю, что мы проголосуем и за эти законодательные инициативы. Зина Петровна, нет ощущения вот такого вакуума в специалистах может быть нехватки профессиональных подготовленных людей. Ведь, смотрите, даже вот это решение создать комиссию по возвращению, ну или по расследованию кражи века, кражи миллиарда, требует, в общем-то, знаний как юридического характера, так и финансового характера. Насколько подготовлены эти люди, которые будут сегодня этим заниматься? Поставят они точку в эту историю? Я думаю, что эти депутаты, которые были делегированы в эту комиссию, конечно, они будут привлекать и специалистов, и секретариата парламента, и юридического управления, и других управлений, может быть, и финансового управления. Но я хочу сказать, что во фракции социалистов достаточно специалистов с юридическим образованием и с экономическим образованием. Допустим, фракция социалистов, где лидировала в эту комиссию Владимира Ивановича Цуркана, который, вы знаете, юрист с большим стажем, большим опытом, который знает все эти моменты, как можно рассматривать. Причем он человек, как специалист, не с эмоциями, не с политическими какими-то эмоциями, а который досконально, очень кропотливо будет рассматривать каждый вопрос. Туда же наша фракция делегировала и Владимира Ивановича Головатюка, который специалистов в банковской финансовой системе, ну, какого еще более специалиста можно, как Головатюка, он, кстати, вчера очень правильно сказал некоторые, то есть, он все вещи сказал очень правильно, как это произошло, что законодательно изменили тогдашние власти, для того, чтобы эта кража состоялась. тщательно подготовились. Тщательно подготовились. Мы делегировали Адриана Лебединского, тоже юриста. Комиссию возглавляют, как было принято, от блока АКОМ, платформа, да, Александр Слусарь, это... Это практически идейный борец за эти однородные деньги. Я думаю, что они тоже из блока АКОМ имеют достаточно опытных специалистов, юристов, которые можно, могут подсказать в нужный момент консультироваться ни с кем, никто не запрещает. Срок мы установили для того, чтобы можно было реально рассмотреть не какие-то вот такие закидаловские сроки, чтобы вот сейчас мы сделаем все. Мы же прекрасно понимаем, в каких условиях они будут работать. Тем более, еще в настоящее время. Наверное, необходимый доступ к этому отчету, к ролл, который, в общем-то, предыдущие власти сумели, так сказать, законспирировать. Конечно, мы будем требовать, и мы говорили об этом в парламенте, публикацию, и мы обратимся, сегодня об этом говорил и господин президент, что есть секретарят, обратиться и обратиться и эта комиссия в саму компанию Кролл для того, чтобы предоставили возможность и опубликовали этот доклад. Ну вот, когда вы говорили о том, что о высоком уровне легитимности парламента и правительства, ну, я думаю, здесь сомневаться особо и нечего, ведь, глядя на тот караван дипломатических флажков на лимузинах, который подъезжал к резиденции главы государства, люди наблюдали. Те заявления, которые появлялись на сайтах МИДа Румынии, которые появлялись на ресурсах Евросоюза, других государств, в общем-то, не оставляет сомнений о том, что процесс признания новой власти практически не просто запущен, но уже даже невозможно остановить. Это главное. И, тем не менее, каким видится вам на сегодняшний день выход из вот этого, пока еще встающегося актуального политического кризиса, потому что ведь пока на разных площадках. Я ведь, понимая со свойственной своей, может быть, так сказать, журналистской поверхностью, что, ну, не знаю юридическую полностью канву, но вот мне кажется, что бывший премьер-министр Филипп, он уже наговорил и наподписал себе, знаете, целый ряд уголовных статей, которые вот уже он должен осознавать, что он становится соучастником уголовного преступления по узурпации власти. Ну, этим будут заниматься соответствующие судьбы. как журналист, как человек, который наблюдает за событием. Но, тем не менее, ведь любое гражданин сегодня Республики Молдовы задается вопросом, что дальше? Как будет выходить сегодня, сегодняшняя власть из этого ситуации, куда практически, ну, как бы, которые создали те, кто так неохотно со скрипом, с нажимом, ну, уже уходит в прошлое? Ну, трещины уже есть, конечно, потому что государственные службы долго не могут работать в таких условиях. и государственные служащие. Я думаю, что многие из них в душе определились, с кем они. Но, к сожалению, Демпартия еще блокирует вход в здание и правительства, и других министерств, ведомств. Понятно, что они просто так не хотят уходить. Но вместе с тем призывы всех международных структур, посольств, все призывают, к мирной передаче власти. Мы не хотим никакой конфронтации. Но они должны понимать, что так бесконечно не может продолжаться. Поэтому, если мы и призовем людей, так будем призывать к каким-то мирным протестам, для того, чтобы люди понимали, мы не собираемся никого выводить на баррикады. Мы сегодня ледитимная власть. Мы сами против себя не будем выводить людей на какие-то протесты. И очень, очень надеюсь, я бы призвала сейчас и всех врачей, учителей, врачи должны заниматься своей работой и не ходить на протесты. Они должны просто лечить людей. Медицинские учреждения все должны работать в полном объеме, оказывать квалифицированную медицинскую помощь людям. В этом страна нуждается. Поэтому врачи, медицинский персонал должны находиться на своем рабочем месте. Они не должны забывать о своей клятве Диппократа. Очень надеюсь, что у нас, и я знаю, что у нас хорошие врачи, специалисты, мудрые специалисты, мы ценим их работу. Поэтому мы призываем, чтобы они каждый были на своем рабочем месте и защищали, заботились о здоровье людей. Что касается педагогов, это тем более они не должны выходить на площадь под нажимом демократов, потому что они останутся без работы. Мы уважаем, без работы уважаемые учители, не подавайтесь никакой провокации. Уволить всех педагогов страны невозможно. Так пугали людей в избирательную кампанию. Не проголосуйте за Демпартию, останетесь без работы. Всю страну можно уволить? Нет, конечно. Поэтому, уважаемые педагоги, пожалуйста, сейчас экзаменационная пора, дети сдают экзамены бакалавра, другие переходные экзамены. Поэтому оставайтесь, пожалуйста, рядом с детьми. Ваша забота это воспитание молодого поколения, это наше будущее, это наше настоящее. Поэтому мы их должны воспитать настоящими гражданами этой страны. Я еще раз обращаюсь к полицейским, уважаемые служители правопорядка. Пожалуйста, занимайтесь своим делом. Вы настоящие офицеры. Вы, еще раз говорю, давали клятву своему молдавскому народу, своей стране, а не какой-то политической партии. Понятно, что вам дают какие-то указания, но, пожалуйста, не подавайтесь ни на какие провокации. Мы не собираемся, новые власть, никого увольнять. Специалисты всегда нужны, те, которые добросовестно выполняют свои обязанности, те должны остаться и работать, а не заниматься какими-то политическими делами. Хотелось еще такой момент затронуть. Мы, когда увидели, что количество людей подводится к зданию Министерства внутренних дел, к зданию Константинского суда, в какие-то палатки в сквере, на прекрасном ухоженном газоне перед правительством. Кто-то трудился над этим газоном, во что он будет превращен, даже сложно представить. И вот там появляются люди. Мы делегировали туда съемочную группу, и я хочу сказать, все, что они снимали, мы у нас в открытом доступе, можно увидеть на сайте телеканала. И какое наблюдение, поделюсь. Наш журналист задавал им вопросы, почему они пришли, что они пытаются здесь отстоять, ради чего они сюда бросили свои дома, своих близких, пришли, в принципе, очень жаркие дни, в очень сложных условиях, палатки, это не какие-то корты, это просто очень маленькие душные туристические палатки, и там в них практически никого нет, все люди спасаются в тени деревьев. И что удивительно, каждый, кому подходил наш журналист, они говорили, ну, нам не нравится эта власть. Какая власть? Та, которая не называет свои пенсии, то есть та власть, которая привела их на грань бедности. Практически все, кого он опрашивал, все говорили о том, каков низкий уровень жизни у них сегодня, они хотят изменений к лучшему. То есть этих людей практически обманули, не говорят, что они пришли отстаивать интересы демократической партии, они не говорят о том, что вот вы знаете, там вот есть легитимный парламент, но вот мы хотим удержаться во власти, помогите нам, поддержите нас, нет, им говорят о том, что надо вот там что-то будет происходить, вот чтобы вы стояли, чтобы вот жизнь, в общем-то не знают, какие доводы приводились в пользу этого стояния, но люди обмануты, это я вам точно могу сказать. Люди обмануты, даже мои коллеги, совершенно совпадают с тем, что мне рассказывали мои коллеги и вчера, и сегодня многих из территорий приходят такие, куда вы едете? Едем защищать президента Додона. Президент Додон сказал очень четко, господин президент, когда нужно будет, я обращусь к народу, я попрошу, пока что спокойно, все сидим на местах, потому что мы хотим, чтобы это была мирная передача власти. Поэтому вот таким кого-то шантажем, кого-то подкупом, кого-то каким-то простым обманом знают, знают, есть определенный информационный вакуум, люди не все знают, что происходит. Люди не все знают, поэтому я думаю, что мои коллеги депутаты, мы все должны будем объяснить людям, говорить с людьми, почаще общаться с людьми, это нужно сделать. Тогда еще такой вопрос, вот в принципе я понимаю, что законотворчество это не только законы, это и работа на перспективу, каким видится в общем-то вам развитие по исходу этих событий. О чем представим себе такую ситуацию, она вполне возможно, ожидаема, и в общем-то наверное запрос на то, что это все произойдет мирно и здравый смысл победит, кабинет министров займет свои места в правительстве. Над чем начнут работать, как вам кажется сегодня новый кабинет министров? Кабинет министров, я думаю, что госпожа премьер-министр может очень долго рассказывать о программе правительства, чтобы никто не думал, что эта программа родилась в одну ночь и ее представили 8 июня на утверждение в парламент. Нет, это программа правительства четко расписанная, то, что представляла премьер-министр на трибуне, это только издержки из программы. Вообще-то это реальные цели по социально-экономическому развитию страны. И это реально сделать. Это реально сделать, если Молдова не будет делать, политики не будут заниматься диаполитикой, а будут заниматься созданием, во-первых, на законодательном уровне тех законодательных норм, которые будут стабильны, в которые поверят и придут в страну инвестиции, которым поверят международные финансовые организации, потому что Молдови в любом случае нужна финансовая помощь, самое главное, чтобы она была рационально использована. А второе, те деньги, которые есть в стране, их надо рационально использовать, чтобы они попадали в бюджет страны, а не в чьи-то личные карманы. Вот это очень важно. Деньги есть в стране, их нужно привести в нормальное русло, чтобы они работали на страну. И кроме того, стабильность, потому что если мы обеспечим политическую стабильность, это означает, что нас признают и с нами будут работать и международные инвесторы, внешние инвесторы и внешние кредиторы. Но людям захочется, бизнесу захочется тут инвестировать. Я думаю, что мы можем создать такой бизнес-климат, когда людям будет реально интересно инвестировать тут, создавать новые предприятия, это означает, что люди вернутся в страну, новые рабочие места и на основании этого развивать социально-экономическую программу. Нам нужно оставить политику в сторону, потому что страну надо накормить. Тогда такой вопрос, спикер, представитель парламента, это практически второй человек. Какую вы сегодня Молдову принимаете? Какую она вам передается от предыдущей власти? Ваша оценка сегодняшнего состояния экономики? Ситуация очень сложная. В ситуации, во-первых, мы еще не знаем до конца, что окажется в наших валютных резервах. Это невозможно сейчас предусмотреть, пока не будет полный доступ к информации. Мы знаем и о тех долгах внешних, за которые нужно будет расплачиваться, как они были использованы. Это вообще неизвестно, потому что это примеры железной дороги, когда под гарантию правительства были взяты кредиты. Мы взяли страну, которая прославилась на весь мир с банковской кражей, которая сегодня, к сожалению, является государственным долгом, которая легла на плечи государства. И нам нужно решить этот вопрос. У нас есть видение, как можно решать этот вопрос, чтобы это не было государственным долгом. есть консенсус внутри парламента переноса с плеч граждан в некую ночь? Я думаю, что по результатам комиссии, расследования этой комиссии, мы придем к единому мнению по этому вопросу, потому что у нас было решение. У нас были приватизированы многие из объектов государственной собственности, буквально за какие-то гроши. и хорошо, что не успели еще приватизировать такой объект, как телеком, потому что он был практически по той дороге. И многие другие вопросы. Я не буду разбрасываться какими-то декларациями, которые были тогда в 2009-2010 году, когда говорили, что оставили страну в долгах, как в шелках. Я же знаю реальная ситуация, которая была в 2009 году. мы не оставили страну в долгах. Мы оставили с минимальным государственным внешним долгом, который был вообще минимальный. Насколько я помню, где-то порядка 13% ВВП уходило на обслуживание долга. Нет, внешний долг в 2001 году составлял внешний государственный долг 70% от ВВП. В 2009 году он составлял 12,8 процентов от ВВП. Не обслуживание, а внешний общий внешний долг правительства. Поэтому вот эти все вопросы нужно будет рассматривать. Я знаю, что были некоторые вопросы, когда, то есть, то, что люди рассказывали с территории, некоторые вопросы, которые не имеют финансового обеспечения, были просто избирательные обещания, и они не имеют финансовой поддержки в бюджете. во всяком случае, мы в бюджете, в парламенте не утверждали такое. Это касается социальных вопросов. Я знаю, что были некоторые запреты на финансирование некоторых государственных закупок. То есть, а это что означает? В бюджете деньги предусмотрены, контракты заключили, а оплатить их не оплатили. Это опять-таки внутренний долг, с которым нужно рассчитаться. Но вот эти все вопросы станут ясно, когда члены правительства, все, каждый на своем месте, будут иметь полный доступ ко всей информации. Я думаю, что мы многому чему еще удивимся. Мы взяли страну, которая разругалась с западом с востоком, которая потеряла внешние рынки, российские внешние рынки. Кому это нужно было? Мы взяли страну, которые не имеют сегодня финансирования от Европейского Союза. Кто это сделал? Не мы же это сделали, мы не были у власти. Поэтому вот такое, когда очень много таких вопросов, которые я думаю, что все это прекрасно понимают наши внешние партнеры. И вместе будем как-то решать эти вопросы. Да, и ждут ответственного решения. Я думаю, что вот этот мандат доверия, который выразили уже международные партнеры, как раз это и есть доверие к серьезности, отношение к делу, пониманию того, как в общем-то страна досталась. Очень важно, я надеюсь, наши зрители услышали то, что вы сказали, сегодня надо научить жить свободно Республику Молдову, потому что тогда будет выбор свободного человека, это выбор свободной страны, то, что мы пытаемся построить в сегодняшней Молдове. это главное. Зина Петровна, спасибо вам, нам как-то удается всегда час проговорить с вами так тихо, незаметно, обсудив целый ряд интересных тем, в то же время, наверное, не только продуктивно, это важно для того, чтобы, знаете, когда зрители видят вас на трибуне, видят вас ваше выступление, другое дело, когда, наверное, вот такое неспешное общение, есть возможность смотреться, вслушаться, понять и по-настоящему поверить. Спасибо вам. Спасибо огромное, всем спокойствием мы должны понимать, что в любом случае новая власть есть, и она будет обеспечивать жизнедеятельность всей страны. Спасибо всем. Спасибо. Будем всегда вас ждать в нашей студии. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях была председатель парламента Республики Молдова Зина Петровна Кричанова. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова